У нас вот да, сегодня нас поздравил руководитель воздушных сил Украины, подтвердили то, что из Патриота была сбита ракета Кинжал, такой аналогов нет, как говорят в России, считалось, что ее невозможно сбить, что это вот такое новейшее оружие, с которым очень тяжело бороться. Но, тем не менее, вот наши защитники из Патриотов, которые нам передали наши партнеры, все-таки это сделали. Какова была реакция в США? Была ли она вообще? И вот тоже сейчас понятнее, может быть, стало, насколько вот нам нужно то оружие, которое мы запрашиваем у Америки в том числе? Конечно, реакция позитивная. Ну, заранее знали наши инженеры, конструкторы, что Патриот, несмотря на то, что кинжалы летят со скоростью в 10 раз превышающую скорость звука, так вот, Патриоты смогли 4 мая над небом Киева сбить этот кинжал. Вы знаете, сегодня в Украине должно быть минимум 4 системы Патриотов, 5 должны быть в пути, вот, 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 со дня на день они должны поступить, по данным Пентагона. И вот, учитывая, что для полной безопасности воздушного пространства Украины необходимо минимум 20, вот это все учитывается, и я уверен, что в течение июня Украина будет иметь минимум 20 патриотов. Я так думаю, потому что об этом говорят все в Конгрессе обе палаты. Я обращу ваше внимание на резолюцию, которая была принята обеими палатами на прошлой неделе, и резолюция требует, давит именно на Байдена, ссылаясь на те секретные документы, которые имели место в утечке, если вы помните, документы Пентагона, где четко сказано, что колоссальный пробел в оказании помощи Украине именно в системах противовоздушной обороны. Вот это очень важно. Это дало как раз повод Конгрессу надавить на Байдена, на его администрацию, прекратить делать какие-то оговорки, какие-то там ссылки на ненужные о том, что эскалировать не надо и так далее. Напротив, вот это вот применение патриота, вот буквально 4 мая над небом Киева, успешное применение, оно говорит о том, что давно надо было поставить эти патриоты. Тогда мы не имели... Борис, вот кстати, кстати говоря, вот то, что показали наши защитники, насколько они мастерски используют эти комплексы, это может сейчас ускорить какие-то процессы? И не только в передаче ППО, возможно, с Ф-16 тоже сейчас могут открыться какие-то новые перспективы. Абсолютно. Вы знаете, я вам скажу, больше месяца назад 60 украинских экспертов, специалистов, техников прошли обучение у нас в Америке по освоению патриотов. Причем так быстро они это освоили, что в отчете четко подчеркнуто еще раз, насколько украинские ребята продвинуты, как легко они осваивают... Для нас это вопрос жизни и смерти. Знаете, у нас мотивация, вы сами видите, какая тут виски проснулся от этого взрыва ночью. Совершенно верно. Дело даже не в этом. Просто генетически ребята умные еще, понимаете, плюс мотивации, плюс ребята умные от природы. Они хватает, понимают быстро все. То же самое произошло с Ф-16. Еще в сентябре прошлого года, я помню, 6 украинских летчиков проходили обучение в Калифорнии, прекраснейшим образом освоили. Вот недавно буквально еще большая группа украинских летчиков прошли обучение на Ф-16. Вы знаете, все это говорит о том, что ребята давно готовы. И не нужно ссылаться на долгосрочное испроведение обучения, изучение и так далее. Это неправда. Надо быстрее поставлять. И вот этот первый наглядный успех применения патриота над Киевом говорит о том, что нет больше преград. Давно надо было поставлять то, что нужно, и тогда бы мы меньше имели трагедии. То есть политические какие-то сейчас сможет снять ограничения то, что произошло? Да, абсолютно. Вы знаете, вот сейчас самый хороший момент. Несмотря на то, что мы приближаемся к точке кипения войны в Украине, именно приближаемся, осталось еще немного. Мы видим, какие успехи имеет ВСУ. И вот вагнеровцы, которые готовы уйти, вот к 10 мая, к примеру, говорит о многом. И в этот момент как раз-таки им нужно воспользоваться, атакуя, вы знаете, вышвыривая подальше от границ Бахмута вот этих негодяев-варваров. А потом уже сосредоточиться на том направлении атаки, которое может привести атаку на Крым. Это сакральное место для Путина. И тогда мы будем свидетелями крушения, падения режима путинского со всеми истекающими отсюда последствиями. Вот сейчас самый критический момент. Я считаю, многое зависит от Байдена. Сегодня именно он должен сделать все возможное, не ограничивая Украину ни в чем, дать добро и помочь в переходе в наступательное состояние. Вот это очень важно. Да, мы действительно очень сейчас нуждаемся в том, чтобы в такой критический момент эта поддержка была и была в полной мере. И вот все-таки у нас не очень много времени остается, но достаточно насыщенная была неделя на события. И одна из них, это тоже вполне можно назвать историческим моментом, беспилотник над Кремлем. Уже Кремль, я не знаю, сколько десятков лет там не случалось пожаров или чего-то такого. Да, но что интересно, то Кремль сразу же усами Пескова обвинил США в том числе в том, что случилось. Что там то ли заставило США Украину, то ли кто-то кого-то в общем заставил. Но понятно, что это было все, был ответ от Джона Кирби, говорили о том, что это все бред. Ну вообще, как тоже США это все восприняли? Насколько тут может быть, какие там мысли относительно того, что случилось? Возможно, вот поделитесь отношением к этой ситуации. Вот смотрите, очень много разных версий. Но вот сегодня уже достаточно времени прошло, можно сделать какие-то определенные выводы, которые ближе к истине. Например, подавляющее большинство экспертов считает, что, конечно же, атака была произведена с территории самой России. Это неоспоримо. Во-первых, ну, это же были, это как фейерверк. Зачем Украине или той же Америке, на которую ссылается, например, Путин, это делать? Ведь если бы атаковали, так атаковали такой мощной бомбой, чтобы там и, знаете, крошинки бы не осталось. Поэтому это отметается, это исключено, тем более Америка по сей день настаивает на том, чтобы мы избегали эскалации с целью, чтобы избежать лобового столкновения двух ядерных держав. Это было, есть и будет главное в политике Америки. Поэтому это исключено полностью. Никто, ни Украина, ни Америка, никто не делали этого. И эксперты говорят, скорее всего, изучая его траекторию, вот эту картинку многозначительную, приходит к выводу, это сделано с территорией России. Тогда возникает вопрос, кому это нужно? Вполне возможно, это могли сделать сами его противники из среды, знаете, Министерства обороны. Скорее всего, это одна из групп. А третья группа, это, конечно же, те, кто сегодня считает, что Путина надо менять, Путин уже свое дело сделал, надо переходить к другой политике по отношению к Украине. Вот это имеет место. Поэтому сегодня, я считаю, Путин опозорился. Это позор, это как раз-таки говорит о его слабости, о том, что внутри у него что-то неладное. И я, на мой взгляд, все-таки, Путин сегодня больше всего боится ни оппозицию, ни Америку, ни Китай, ни Украину. Он боится свое окружение. Вы обратите внимание, полный провал оборонной промышленности. Нехватка вооружений, нехватка квалифицированных солдат. И тем не менее, Путин, и коррупция налицо. И тем не менее, Путин никого не увольняет, никого не журит. Журит, как это было принято в диктаторских режимах. Напротив, вы посмотрите, он тихо проглатывает каждую пощечину, которую, вот, например, тот же Пригожин ему сделал пару дней назад, открыто причем. Все это говорит о том, что плохие дела у Путина, и дни его сочтены. Сегодня нам, Америке, осталось немножко больше помочь Украине, ВСУ, и Украина перешла бы в наступательное состояние, и судьба Путина бы решилась. Я думаю, так оно и будет. Мы будем очень скоро праздновать победу. Конечно, мы все к этому очень стремимся, но в то же время, почему, по вашему мнению, тот же Песков сразу же поспешил, и вообще на России как-то быстро США решили приплести к этому беспилотнику? Ну, очень просто. Во-первых, они продолжают нагнетать обстановку внутри своей стороны, настраивая свой народ к ненависти против Америки, это самое главное, и мотивируя свое пораженническое состояние в Украине тем, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом, прежде всего с Америкой. Вот это оправдание. И вот то, что произошло, это тоже Америка. Пожалуйста. А напрашивается вопрос, а где же ваша противовоздушная система, дорогие мои? Чем вы занимаетесь? Нет ее. А если она есть, то она выеденного яйца не стоит. Понимаете, поэтому не случайно сегодня вспоминает того самого немецкого летчика, молодого мальчика, юношу 70-е годы, который посадил самолет на Красную площадь. Вы помните, прорвав все эти системы противовоздушной обороты? Да, конечно, в контексте этого беспилотника его очень часто вспоминают, и все приходят к одному выводу, что с тех пор система противовоздушной обороны над Москвой, по-видимому, не изменилась. Ни без вируса. Абсолютно. Поэтому все это говорит о том, что слава ВСУ, слава воинам Украины, и, конечно, спасибо Западу, которое помогает. Но у меня есть недовольство Западом, помогает мало. И поздновато. Надо быстрее и побольше, чтобы завершить эту войну с полным выдворением этих варваров за границей 1991 года. Да, согласна, я полностью вас поддерживаю. Вот, кстати, по поводу помощи сегодня наш главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал информацию о том, что был телефонный разговор с начальником штабов США генералом Марком Миле. Обсудили и обстановку на фронте, и подготовку к следующим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории. Ну, понятно, что в детали и в подробности не вдавался Валерий Залужный. Много чего осталось, конечно, несказанного. Но, тем не менее, вот такой вот разговор тоже. Насколько они важны? Какие могут быть последствия этого разговора? Может быть, это уже, наоборот, следствие каких-то предыдущих действий? Сейчас просто генералы, скажем так, сверяют часы таким образом. Да, вот вы обратите внимание, как часто стали контакты, знаете, даже в открытой печати между руководством Украины, военным руководством Украины и западных стран. Это очень важно. Вы правильно применили выражение «сверяют часы». Часы тикают, и я уверен, что очень скоро мы будем с вами свидетельствовать больших коренных изменений на фронтах Украины в войне против агрессоров. Это очень важно. Я думаю, что все это еще также связано с разработкой тактики. Тактика, которая должна показать направление наступления и мощь. Самая главная мощь. С чем? Я уверен, что это нападение, переход в контрнаступление, оно будет сопровождаться именно и с применением самолетов F-16, которые не будут обнародованы. Нет, этого не будет. Но F-16, я уверен, уже, если еще не поступили сегодня-завтра, еще вчера, то они поступят сегодня-завтра. Я в этом не сомневаюсь. Ибо без воздушного прикрытия и атак с воздуха успеха иметь очень сложно, учитывая большие оборонительные системы, которые Путин создал в Крыму. Это очень серьезно. И поэтому для того, чтобы во избежание жертв со стороны ВСУ, нам воздух должен быть прикрыт именно самолетами F-16. Вот этого. И, конечно же, танки. Танки – это абрамсы. Они уже есть, и они продолжают поступать. Это, конечно, челленджеры британские и леопарды немецкие. Вот по данным, вот буквально еще две недели назад, уже 250... У нас полминутки, Борис, остается, пожалуйста, заканчивать вашу мысль. Да, 250 видов оборудования уже давно поступило в Украину. То есть идет мощная подготовка к контрнаступлению. И мы с нетерпением ждем этих радостных новостей. Да, мы следуем, конечно же, сохраняем тишу, как нас просят наши військовые. Следуем за новинами. Мы, конечно же, верим в ЗСУ, молимся за их успехи. А нашим партнерам говорим, что дякуем за поддержку и за зброю, которую нам дают для этого контрнаступа в том числе. Бориса, я дякую вам за то, что до нас долучилися. Друзья, я напоминаю, Борис Пінкус, керівник окружного відділення Республиканської партії з Нью-Йорку з США до нас долучився.